Как жили в Карабахе, так и живёте. Просто рядом с вами больше не живут азербайджанцы. Если это вас как-то радует, это проблема вашего уровня. И ещё над вами полосится непризнанный флаг. Не всеми признанный флаг Азербайджана, а кусок материи, который не имеет никакой ценности. Вот и всё, что вы приобрели. А что вы потеряли? Вы потеряли весь остальной Азербайджан. Советская власть всё равно бы пала, этот режим бы кончился, СССР, Советский Союз бы распался. И вы бы очень хорошо жили бы в Азербайджане. Вы бы занимались бизнесом, вы бы зарабатывали хорошие деньги, и, знаете, деньги кормили бы Армению. Помните, во время первого нефтяного бума был нефтепромышленник Монташев, армянин. Он был богаче многих азербайджанских нефтепромышленников, хотя ничего путного в Баку не построил. Так вот, не будет больше никаких Монташевых. Ещё вы потеряли репутацию. К вам теперь везде настороженные отношения. И в Краснодарском крае, и в Грузии, и везде, где есть армянская диаспора, за вами пристально наблюдают. В новейшую историю, вместо того, чтобы стать народом, который творит историю, вы стали ведомым народом, народом, которым все пользуются. Пользуются в своих интересах, и это всем очень хорошо известно. Теперь вы будете жить этой призрачной идеей признания Карабаха. И эта призрачная идея из поколения в поколение будет отнимать ваши душевные силы, ваши творческие силы. Я видел фотографии в интернете улицы Еревана, которые разрисованы азербайджанскими флагами, чтобы прохожие топтали их. Это признак духовной деградации. Той самой деградации, которая больше не позволит, чтобы из вашей среды родились Гранд Матавасян и Арам Хачатурян, Сергей Параджанов и Егеше Чаренц. Вы сами себя загнали в тупик и делаете хорошую мину при плохой игре. Вот так.